здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте уважаемые коллеги пантин игорь николаевич город москва и тема доклада создание видеозадачника по смысловому анализу видео и следующий слайд хочу задать вопрос любили ли вы поход в зумовом врачу и контрольной работы в школе ну про врача понятно а про школу скорее нет почему ну потому что при решении задач легко провалиться и некоторое время в человеке может жить иллюзия что а и так все понятно пока он не столкнется с реальными задачами как уже сегодня говорил владимир юрьевич чтобы с геннерсович альшуллер экспериментально доказал чтобы иметь ученический уровень по 30 необходимо прорешивать письменно 200 задач и большинство тризацев это через это не прошли то есть чтобы сформировать навык важно не решить одну задачу а прорешивать регулярно десятки задач и сформировать задачник гораздо сложнее чем написать учебник потому что учебник составляются уже из известных данных а примеры для задачника нужно собирать составлять и думать за ученика ну и в конце концов тестировать и данный доклад это начало большой работы по созданию конструктора видеозадач с целью научить пользователя грамотно составлять техническое задание аналог это видеозадачник на youtube канале weekend он отличается тем что рассчитан на более подготовленного пользователя а фрагментах отсутствуют какие-то дополнительные подсказки представленных же примерах ниже этот недостаток устранен и он рассчитан и данная задача можно решать уже менее подготовленному пользователю и следующий слайд пожалуйста просматриваем анализируя видео задачи на youtube канале weekend удалось выявить следующие функции с помощью видеозадач например можно научить фиксировать ошибки в речи спикера и отделять эмоции от знаний и следующий слайд пожалуйста или научить допустим видеть логические нестыковки бывает так что человек в течение одного выступления может противоречить сам себе следующий слайд пожалуйста сейчас я расскажу о тех типах видео задач которые уже есть базе знаний и сразу после доклада вы можете перейти на youtube канал рема и начать их решать и первый тип видео задачи это видео задача тренажер канал воздействия здесь полное текстовое сопровождение речи говорящего музыкальное сопровождение стоп кадры резкий звук ошибки крупные текстовое сообщение сообщение об ошибке и фиксации ошибки как это визуально выглядело вы можете наблюдать на слайде следующий слайд пожалуйста и реакции зачитывать не буду вы их сейчас видите на экране и данный тип видеозадач может использоваться на начальном этапе обучения задумка состоит в том чтобы у решателя была насмотренность или наслушанность чтобы сразу схватывать и отделять эмоции от действительно ценной информации если следующий слайд пожалуйста следующий тип видео задачи это видео задача с подсказкой в виде текста в данном примере сократилось количество каналов воздействия на зрителя и здесь есть звуковой сигнал в спорном моменте и дублирование сказанного на экране также есть открытый вопрос к зрителю следующий слайд пожалуйста и данный тип видео задач уже рассчитан на более подготовленного пользователя потому что явно не указана ошибка а дается подсказка в виде текста чтобы привлечь внимание к определенному моменту и заставить задуматься о сказанном и следующий слайд пожалуйста следующий тип видео задачи это видео задача с подсказкой здесь часто бывает так что спикер ему задается вопрос из зала а четкого ответа у него нет и правильно бы честно признаться что я не знаю но многие начинают уходить в сторону создавать видимость ответа и что было здесь в данном типе видео задач сделано вопрос из зала был зафиксирован в виде текста на экране в местах которые совсем не относились к вопросу снижен уровень звука и те тезис тезисы которые как-то относились к вопросу дублировались на экране и следующий слайд пожалуйста также мне был открытый вопрос зрителю и данный тип задач подходит для начального уровня решателей и как показал пример можно вообще убрать эмоции из посыла говорящего и вот в представленном варианте в первом случае я вообще убирал звук и по количеству озвученной информации можно было сделать вывод о ценности и сказанного это тот случай когда допустим содержание на копейку раздуто все до рубля и следующий слайд пожалуйста следующий тип видео задачи видео задача с вариантами ответа в местах где был спорный момент была остановка видео и на экране появлялась появлялись вопросы зрителю виде текста плюс звуковой сигнал воздействия также открыты вопросы к зрителю следующий слайд пожалуйста данные тип идет сдач подойдет для решателей со средней подготовкой так и для продвинутого пользователя следующий слайд пожалуйста видео задача для с дополнительными материалами для изучения данный тип видео задач похож на видео задачу с текстовой подсказкой отличие состоит в том что в спорных местах на экране появлялись дополнительные материалы с портала weekend и с помощью прочитанного материала можно оценить сказанные героя следующий слайд открытый вопрос к решателю и данный тип видео задач подойдет для среднего или для продвинутого пользователя решатель должен будет перейти по ссылке ознакомиться с материалами после ознакомления сделать вывод и привести решение и это точно для неоднократный просмотр следующий слайд пожалуйста следующий тип видео задача с цитатой здесь была остановка видео как один из канал воздействия также был вывод на экран информации виде цитаты с портала weekend и тезис либо опровергает либо дополняет сказанное необходимо было побудить зрителя к размышлению показать что существует несколько точек зрения насказанное следующий слайд пожалуйста и также был открытый вопрос к зрителю и подходит как среднему так и продвинутому пользователю и подразумевается остановка видео для думчего прочтения а также для ознакомления с полной версией материала переход по ссылке и данный тип задач нет для однократного просмотра следующий слайд уважаемые зрители уважаемые коллеги на слайде показанные типы видео задач которые будут внедряться в будущем варианты как еще можно реализовать те функции которые были озвучены выше можете присылать мои контакты будут вы сейчас видите на экране и ссылку на вас гарантирую следующий слайд пожалуйста если появилась необходимость создание видео задачника то определить свои ресурсы вы можете пройдя чек-лист следующий слайд пожалуйста уважаемые зрители вы также можете дополнить предложенный чек-лист вопросами и следующий слайд пожалуйста по вопросам которые представлены можно уже сказать что для создания видео задачника необходимо большое количество навыков и это коллективная работа и следующий слайд пожалуйста и перехожу к выводам уважаемые зрители уважаемые коллеги еще раз скажу что важно не решить задачу важно стабильно решать десятки задач или через метафору от взгляда на гирю мышца не растет поэтому я рекомендую первое создавать видео задачи на имеющихся ресурсах второе регулярно публиковать видео задачи и запрашивать обратную связь видео задачи должны быть разного уровня сложности для более широкого охвата аудитории и необходимо собирать типовые ошибки и заносить их чек-лист и следующий слайд пожалуйста много вопросов осталось без ответа как и в любой деятельности которая только начинает формироваться весь процесс создания видео задач от сбора до тестирования требует дополнительного изучения следующий слайд пожалуйста уважаемые зрители уважаемые коллеги в издательстве левризон уже выпущен сборник докладов в нем вы сможете более подробно познакомиться с моим докладом и докладами коллег большая работа еще раз скажу это коллективный труд и такое сообщество уже начало формироваться если вы хотите принять участие в создании новой ветки педагогики пишите мне и мои контакты вы видите на экране также есть youtube канал дрема задачи регулярно выпускаются и любой желающий может повышать свои навыки оставлять решение в комментариях есть группа в контакте вступайте оставляйте комментарии хочу выразить благодарность игоря леонардовича викентью за усиление и цен на рекомендации в ходе работа над докладом коллегам с онлайн курса викенд и клубом как кто помогал составлять задачи и давал обратную связь по усилению все ценные рекомендации будут внедрены или уже внедрены на этом у меня все уважаемые зрители уважаемые коллеги благодарю за внимание готов ответить на ваши вопросы да похоже что вопросы есть очень небольшой акцент для тех зрителей которые будут смотреть это видео и которые ну не участвовали в нашем курсе видео задачи дает очень хорошую возможность помимо того что рассказал игорь николаевич следующего то есть осмыслить и изменить свое мнение обычно начале каждого курса я довольно вежливо говорю примерно следующую фразу к сожалению каких-то достижений в области мышления у психологов педагогов за последние несколько веков нет фраза сказана вот очень важный акцент довольно интеллигентно и соответственно призываю присылать мне очередные материалы и так далее соответственно обычно новичками это воспринимается некий человек из интернета фамилия его кажется викентьев кажется зовут его игорь анадович что-то там сказал по педагогов психологов меня это не касается соответственно это начинает касаться когда человек начинает брать какую-то следскую тему пытаться сделать доклад и соответственно весной этого нет обычно это бывает осенью объяснить не могу почему я получаю какие-то полуматерные письма содержание которых вообще говоря в академии наук знают чем занимаются педагоги и психологи президент страны знает чем занимаются педагоги и психологи что у них вообще есть при нерве своем мышлении и преодолению нерве своем мышлении это там с доброй на некоторыми русскими словами и так далее я был на этом фоне чрезвычайно деликателем соответственно когда мы вот идет видео задача соответственно одно дело чек сказал показал какие-то там буквы на слайде это неубедительно когда человек воучу и видит профессоров академиков членов корреспондентов академии наук которые мягко говоря занимаются ерундой он очень быстро начинает думать профессионально это один из таких важных компонентов помимо того что говорил игорь николаевич так далее так далее соответственно я поговорил вопросы появились пожалуйста передаем слова чат первый вопрос анатолий игоревич а какие функции у технического задания для видеозадач ну основная функция это как раз фиксировать весь процесс потому что процесс довольно трудоемкий и все удержать в голове к сожалению сложно далее какие ошибки допускают решатели задач алексей александрович морозову вопрос ну раз она ошибка это не решать видеозадачи добровольно только из-под палки дали розы штрафов 500 рублей далее сергей александрович серии вопросов на какие темы можно сделать полезные задачники которые можно вообще решать сходу не пересматривая видео или везде будут полезными только те которые требуют вдумчивого просмотра скорее всего второй вариант потому что трудоемкий процесс но для меня по крайней мере идет задачи решать сходу пока никаких не было сколько времени хотя бы примерно нужно для того чтобы сделать одну задачу очень долго занимают процесс поиска кандидата видеозадачи потом отсмотры затем сам процесс создания видеозадачи технические монтажа он не так долго именно подготовить материал к видеозадачи пока занимают очень много времени точно сказать смотрите у меня фактически почти ежедневно понятно что сегодня этого нет почти ежедневно я рассматриваю какие-то более менее интеллектуальные видеоканалы на русской части ютуба то есть фактически бывает там часов 15 знаешь поменьше но вообще капитально хорошо за 10 часов в день так вот как бы кандидатов именно в хорошей видеозадачи они в неделю но хорошо если будет одна хорошо есть несколько секретов как это может интенсифицировать да но тем не менее повторяют главное это найти фактуру потому что еще еще раз видеозадачи обладают большой убедительной силой одно дело когда я о ком-то рассказываю такое когда мы показываем документы вот что говорят известные люди которые ведут вас тупик пожалуйста первое слово какие особенности видеозадачников для детей екатерина земли спрашивает пока не могу ответить владимир юрьевич спрашивает какой материал лучше всего подходит для указанных вами видеозадач выступления записи интервью фильмы но в основном я работала как раз выступлениями где спикеры на с нашими конференциями где интервью с фильмами не работа какие-то форумы